открыл коробку вот так вот плотненько лодка сюда помещается накладки в подарок премиум на весах шкур лодки и и неделимая часть поехали насос автомат удобен тем что докачает сам 380 airtank и yukon в данный момент производится в буфе так 71 сантиметр практичная удобная сумка рундук это все бесплатно вот кстати комфортно чувствуешь себя когда мягкие накладки и причем здесь их не надо дополнительно приобретать они уже идут вместе с лодкой а в кормовой части на концовиках баллонов здесь усиление расширяется вообще широкая часть можно ли на yukon a380 надувным дном поставить мотор пятерку на примере гладиатор 5 двухтакник конец 2023 года декабрь посмотрим как выглядит сейчас самая популярная из yukon yukon a380 комби то есть это комбинированный цвет серый темно-серый какие сейчас идут оттенки сегодня подробненько все вам покажу лодка идет в картонной коробке картон здесь кстати плотный мощный длина 125 сантиметров ширина 70 сантиметров и по высоте 38 сантиметров открыл коробку вот так вот плотненько лодка сюда помещается yukon a380 комбинированный цвет поэтому если вы просите отправьте лодку с ковриком в одной коробке то видите здесь места совершенно нет коврик у нас пойдет уже вторым местом так выглядит лодка в сумке у сумки по торцам есть ручки даже 2 чтобы можно было вдвоем взяться один с этой стороны другой с этой стороны ручки прорезиненные но есть мощные такие лямки сверху чтобы тоже тянуть лодку или взять ее одному но водка достаточно тяжелым сейчас мы это все взвесим и на весах покажем и целый комплект и по отдельности вы будете понимать сколько весит лодка давайте посмотрим комплектацию здесь fastx и застежки открываем три штуки четыре штуки даже с одной стороны так сумка у нас идет конвертом здесь сверху два сидения с ликпазами то есть лодки полный электрод так здесь у нас еще два fastx тоже мощные прошитые лямки полный конверт открывается на четыре стороны в подарок со всеми лодками yukona идут накладки мягкие две накладки и одна сумка такой комплект накладки в подарок премиум сама лодка свернутая здесь весла в отдельной сумочке насос для лодки ножной пятилитровый паспорт на лодку yukona гарантия кстати на лодке yukona 7 лет и производится они в россии и пенал пенале идет клей тюби клея ткань и страховочное кольцо для мотора на транец прикручивать чтобы страховать мотор ну и сама лодка свернутом виде плюс сумка конверт на весах шкур лодки и и неделимая часть 42 с половиной килограмма два сидения 5 килограмм 450 грамм 2 весла в чехле 1 килограмм 850 грамм на весах полный комплект yukona 380 надувное дно 54 килограмма 350 грамм лодка развернута так вот она выглядит на полу yukona 380 у нее 4 надувных отсека корма здесь качается правая здесь левая здесь качается нос и надувное дно низкого давления накачивать будем баллоны до давления 250 миллибар надувное дно 300 миллибар накачиваю своим проверенным насосом marlin gp 82 насос с автоматом ставлю сначала 200 миллибар на корму потом добью нос до 250 и далее дно 300 миллибар поехали насос автомат удобен тем что докачает сам а я в это время могу собирать вещи если на берегу допустим приносить мотор уже к лодке ну и комплектовать весь шмурдяк насос докачивает он двухступенчатый переключается на вторую ступень добивает давление то есть не надо ничего потом подкачивать после него сам выключится до нужного давления докачает и все вам просто нужно будет выдернуть из одного отсека и воткнуть другой очень удобно советую лодка накачана перед нами yukona 380 надувное дно низкого давления комби это комбинация цвета серый и темно-серый давайте посмотрим как она выглядит как я уже говорил рестайлинг этой лодки а был но мы показывали вот камуфляжном цвете такую же модельку недавно видео вышло а вот сегодня смотрим комбинированный цвет было изменение по сравнению с прошлым годом за год до этого менялся траниц то есть сейчас он имеет такую форму менялась геометрия надувного дна ширина лодки была изменена то есть вот мы сейчас все данные актуальные на сайте держим так что смотрите обращать внимание сегодня на этом видео мы все тоже также я все померю при вас прямо рулеткой чтобы вы понимали какие размеры сейчас у этой лодки как она выглядит давайте внешний осмотр верный трос стоит с таким поясом с люверсами по борту что пассажирам удобно было держаться есть ручка шкипера ориентировка прямая кому удобно так кому так но сделали прямо чтобы подошло большинству весла на поворотных выключенных фиксаторами так в комплекте как я уже сказал идут мягкие накладки то есть приобретать отдельно не нужно это как в подарок от производителя но сейчас я их не установил пока чуть позже поставлю покажу как они выглядят чтобы мы сейчас могли померить высоту посадки все они будут мешать только есть ликпас электрос это сиденье значит нас двигаются можно настраивать как вам удобно посадку форма транса вот такая вот сейчас интересная так ручки ручки на конусах стоят сзади повернуты внутрь чтобы одному человеку можно было взяться так еще ручка шкипера есть есть вот такое вот полукольцо металлическое кстати для подвязывания бака например для каких-то вещей в носу лодки носовая часть тут также установлена ручка под привалом здесь эмблема yukona и привал есть с брызгоотбойником по всему периметру лодки но с этой стороны все то же самое на правом борту у нас эмблема yukona по отсекам вы уже все видели здесь 4 отсека надувное дно качается здесь нос качается и здесь два кормовых отсека по транцевой части давайте заглянем что здесь указано здесь установлена у нас пластиковая накладка под мотор внутри с внешней стороны у нас стоит фанерная накладка так послевная пробка строго по центру расположена и здесь указан здесь расположен шильдик на котором написано 380 air tank сделано в россии но водки yukona в данный момент производится в буфе давно уже кстати водки в буфе производится до сих пор люди думают что они производятся в китае когда-то очень давно водки yukona действительно производились в китае но это было уже совсем давно и сейчас они производятся в россии в уфе уже давно много лет так в 380 air tank мотор до 18 лошадиных сил можно ставить кстати по весу здесь сейчас нет ограничения по мотору то есть 18 лошадиных сил и все то есть неважно там 2 так не 4 так не давление в баллонах рекомендации 027 но я накачал до 0 25 ну плюс минус значит 6 человек пассажиров вместимость указана для этой лодки трансовая часть вот так вот здесь выполнен транец такими вот вырезами перепадами высот а здесь пвх накладка стоит для защиты кромки транса здесь вклеен вот такими подстаканниками транс холдерами еще сверху пабаха тканью обклеена этот ранец покрепиться к баллонам брызговики здесь оставили снизу сверху брызговиков нет подушка надувного дна насколько она выступает относительно транс ну вот можете посмотреть если до плоскости дойду вот плоскости вот настолько выступает то есть принципе сюда можно ставить мотор 9 и 8 и выше я думаю с пятеркой тоже кстати у нас пятерка моторчик здесь есть и я могу тоже сегодня кстати повесим и посмотрим будет ли он задевать и на каком отверстие можно использовать на эту лодку мотор 5 ну вдруг у кого-то есть пятерки он собирается брать лодку большую а потом мотор будет брать на вырос поэтому давайте с пятеркой тоже мы сегодня померим как подойдет не подойдет вот так вот выглядит эта лодочка ну а сейчас перейдем к замерам параметров так замеры параметров давайте померим длину кокпита по обе я замеряю как от самого носа и до трансовой доски здесь двести семьдесят восемь сантиметров ширина кокпита сиденье подвину чтоб не мешало и между баллонами прям замеряю под сидушкой так 71 сантиметр и по палубе прям замерю тоже 83 сантиметра размеры сидений высота посадки сиденье по длине 95 по ширине 23 высота посадки в корме 41 сантиметр в носу 40 сантиметров длина весла 175 сантиметров длина лик троса это расстояние которые перемещаются сиденья 170 сантиметров диаметр баллона примерно 50 сантиметров трансовая доска толщина доски 27 миллиметров вместе крепления мотора толщина 50 миллиметров с учетом накладок высота транса от интерцептора до самой кромки 39 с половиной сантиметров высота внутри от палубы до кромки транса по центру 27 сантиметров так кого интересует по краям здесь высота от палубы до кромки 35 сантиметров перепады до первой ступеньки так приблизительно сделаем замер ну где-то 45 миллиметров и следующий перепад 35 миллиметров установил мягкие накладки напоминаю они идут в комплекте с лодкой дополнительных приобретать не нужно на каждое сидение по накладке и плюс еще подсидельная сумка сумка такая удобная множество кармашков есть большой отсек главный молния идет здесь два кармашка сеточка с этой стороны так вот это выглядит и с другой стороны по центру здесь еще карман сеточка с молнией и два угловых карманчика практичная удобная сумка рундук это все бесплатно из аксессуаров в эту лодку можете также приобрести эво коврики икона 380 надувное дно они нужны для того чтобы защитить палубу от повреждений здесь обычная пвх ткань хоть и плотная но все равно можно повредить и от грязи защита давайте посмотрим как выглядит палуба ну плюс они еще выравнивают ее потому что он удобного дна есть такая особенность вот такие волны неровная палуба если коврик сюда положить то будет ровный ровная палуба у вас у эво коврика же три плюса защита от грязи защита от повреждений и выравнивания пола с удовольствием продемонстрирую размещение в лодке икона 380 надувное дно низкого давления палуба абсолютно жестко накачивается надувное дно сажусь на место рулевого есть ручка шкипера чтобы держаться управлять мотором посадку в лодке настраивайте сиденье здесь перемещаются он кстати комфортно чувствуешь себя когда мягкие накладки и причем здесь их не надо дополнительно приобретать они уже идут вместе с лодкой сажусь на место пассажира большое расстояние лодка идет как 6 местная то есть можно еще пуфики положить вдвоем тут место есть до вдвоем сесть на одно сиденье можно спокойно два взрослых сядут то есть уже четыре человека но еще плюс носовое пространство здесь кстати тоже не маленькая здесь можно какой-то пуфик или просто на пол сесть и тоже разместиться кстати удобно сидеть на сидушках и здесь вот есть кармашки то есть телефон положить воду поставить вещи какие-то дождя убрать ну то есть эта вещь полезная конечно отличная лодка большой борт 50 и семилетняя гарантия кстати на лодке yukon а по качеству здесь все отлично никаких нареканий нет подойдет для рыбалки для семейного отдыха для охоты тоже эти лодки есть еще в цвете камуфляж отличный вариант а теперь обратим внимание на днище лодки посмотрим как она защищена естественно защита идет по всей длине и киля прям по центру у этой лодки также усилены баллоны тоже идут по всей длине до самого носового подъема а в кормовой части на концовиках баллонов здесь усиление расширяется вообще широкая часть силе на есть у лодки интерцептор примерно 12 сантиметров где-то пластина по ширине и также усилена трансовая часть здесь дополнительно усилению установлено давайте посмотрим как выглядит профиль днище со стороны транса лодка келевая а вот так вот выглядит подушка надувного дна помедленнее вам покажу здесь в детальном все аккуратно сделано накладка сливная пробка по центру все четко швы ручки конуса и давайте посмотрим со стороны носа тоже так выглядит кель со стороны носа можно сказать у лодки умеренная келеватость здесь ручка а теперь посмотрим можно ли на yukon a380 надувным дном поставить мотор пятерку на примере гладиатор 5 двухтакник я поставил на второе отверстие по дифференту здесь нога мотора задевает интерцептор лодки это видно упирается так может быть на третьем не будет упираться давайте посмотрим на угол наклона пластины относительно днище потому что надо что было параллельно для лучшей динамики вот идет уровень днище и вот пластина они практически параллельны то есть на втором отверстие гладиатор будет упираться это и есть хорошо значит сюда ну сейчас на третьем еще попробуем на втором не подходит поставил мотор гладиатор пятерку с дифферентом третьем третье отверстие здесь не задевает пластину интерцептора и давайте глянем на наклон пластины относительно днище лодки так вот идет пластина и вот так идет днище лодки ну тоже параллельно в принципе так что гладиатор пятерка на третьем отверстие по дифференту задевать не будет будет нормально еще пробую с мотором тайма 5 и 8 тоже второе отверстие по дифференту сначала поставил так вот он на втором отверстии здесь не задевает расстояние приличное мотор ничего не мешает давайте посмотрим по пластине как здесь на втором отверстии так вот нища принципе параллельно на втором отверстии нормально это яма 5 и 8 на третьем отверстии по дифференту вот отверстие 3 здесь большое расстояние ничего не задевает вот смотрите огромное и посмотрим угол пластины а к.п. так вот днище лодки и вот такая пластина здесь а к.п. пластина задрано наверх в принципе тоже можно пробовать на втором третьем отверстие эти моторы обычно должны быть нормально с такой геометрии пластины относительно днище лодки ну думаю что на втором будет лучше поэтому если смотреть моторы пятерка 5 и 8 то на yukona 380 больше подойдут моторы завода parsun смотрите сами это вот таяма parsun hdx гладиатор пятерка на втором отверстие здесь не подходит но у него на третьем в принципе нормальная пластина ориентация пластины относительно днище на третьем он задевать не будет так что вот так сегодня мы с вами посмотрели рестайлинговую версию yukona 380 надувное дно низкого давления сегодня у нас декабрь 2023 года вот так лодка выглядит все замеры я вам показал что здесь изменилось тоже акцентировал внимание вот так вот выглядит расцвет как комбинированный цвет темный серый с серым сейчас в подарок идут вот мягкие накладки на сиденья сумкой что экономит вам порядка 4000 рублей это тоже плюс мотор можно до 18 лошадиных сил достаточно мощный использовать лодку для прогулки потому что до 6 человек семьей и для рыбалки а также для охоты это лодка есть и в камуфляжном цвете тоже ну и немаловажный а плюс 7 летняя гарантия российское производство этой лодки напоминаю что у нас вы можете купить не только лодку на и лодочный мотор при покупке комплекта у нас присутствуют дополнительные скидки а также можете сделать покупку в кредит в рассрочку вся информация на главной странице сайта раздел кредит и не забывайте что покупатели нашего магазина ежемесячно участвует в розыгрыше крупных подарков вся информация на главном баннере на сайте мне вот куру если у вас остались какие-то вопросы технического характера обращайтесь пишите в комментарии их все комментарии читаем отвечаем либо звоните на сайте бесплатный номер 8 800 можете спросить меня меня зовут руслан постараюсь вам помочь надеюсь видео было полезным если это так ставьте пальцы вверх подписывайтесь на наш канал и до новых встреч всем пока